Рядовой Конов, выйдите из строя. Выходите, товарищи рядовой, не стесняйтесь. Выходите, рядовой Конов, на середину, смелее, чтобы вас все видели. Товарищи, рядом с вами, можно сказать, плечом к плечу, служит рядовой Конов, Сергей Владимирович. Вы не все его хорошо знаете, потому как товарищ этот не любит быть на виду, а все норовит в тени остаться. Но сколько в тень не уходи, а тайное, как говорится, всегда становится явным. Так вот, сегодня рядовому Конову исполнилось 27 лет. Он хотел скрыть от нас это событие, но, повторяю, тайны всегда становятся явным. На сегодня рядовой Конов вы освобождены от всех занятий и работ. Ну что ж, похлопаем, товарищи. Такая у нас традиция. Отдыхайте, рядовой Конов, отдыхайте. Спасибо, товарищ сержант. Вот придумают. Знаете, меня хлебом не кормить, дарька, мультик посмотреть. Вы мне ничего не хотите сказать, Конов? Я вам. Да нет ничего, что ли. Я давно смотрю на вас, Конов. И я на вас, товарищ сержант. Но вы-то на меня смотрите, это понятно, я ваш начальник. Получается, мы друг на друга смотрим. Да? Получается, смотрим. Вот так вот смотришь на некоторых и думаешь, наказывать их или нет. А то накажешь, а потом сомнение, вдруг ошибся. На следующий раз наука будет. Серьезно, товарищ сержант. Вы с нами потверже. Потверже говорите? Конечно. Из нас разгильдяев. Все людей надо делать. Да нет, Конов, тут уже не разгильдяйством пахнет. Вчера вечером очень неприятный случай. ЧП. Рядовой волынец с бутылкой. Разболтанный народ. Поверите, нет, товарищ сержант. Я вот на гражданке этих волосатых пачками собирал. В парадных с гитарами. Рейдом от предприятия. Струны порвешь, стоит, ухмыляется. Такой нахальный народ. Да нет, Конов. Я их тоже знаю, волосатых. Это там он волосатый, а здесь стриженный. Нормальный, как все. Значит, вы ничего не хотите мне сказать? Да нет. Да вы уже спрашивали. А что я должен сказать-то? В общем-то, Конов, я решил вас наказать. Меня? Да, вас. Решил быть потверже. Вы сами советовали? Ну, советовал. А почему же надо с меня начинать? А почему бы и не с вас? Ну, потому что нет причины. Тут нужно причину иметь. Причину вы сами отлично знаете, рядовой Конов. Да нет. Поверьте, чист как стеклышко. Как стеклышко, говорите? А вот, помните, с третьего дня вы раньше времени из строя вышли. В столовую рванулись. Я тогда хотел вас наказать. Ну, думаю, ладно, первое время. Всякое может случиться, а за это наряд полагается. В пятницу утром рубчик на койке не навели. Рубчик. Рубчик. Вот так, солдат Конов.